Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусное, сытное, по-настоящему зимнее блюдо, которое называется Bigas. Для начала возьмем свиные ребрышки или другое мясо, где достаточно много жирка. У меня здесь 800 граммов свирных ребрышек, но вы можете взять чуть поменьше. Граммов 500. Ребрышки разрезаем. Прогреваем емкость, которой дальше будем тушить. У меня это утятница. Наливаем совсем чуть-чуть растительного масла. Если у вас хорошее антипригарное покрытие, то в принципе можно масло не использовать, потому что в свиных ребрышках и так достаточно жира, который вытопится и будет служить нам смазывающим слоем. Выкладываем мясо и слегка его поджариваем до румяности. Выкладываем жирком вниз, пусть он уже начинает подтапливаться. Кубиком нарезаем 200 грамм лука. Это полторы средних луковицы. Также для Бигаса очень важно использовать что-то копченое. В моем случае это вот такая вот красивая свиная грудинка. У меня здесь 300 граммов. Вы можете использовать приблизительно 200. Нарезаем грудинку кубиками. Вы можете использовать охотничьи колбаски, какую-то другую копченую колбасу, но обязательно нужно придать вот этот вкус копчености. Посмотрите, какое красивое. Нарезаем его кусочками, то есть ее грудинку. Когда мясо подрумянилось, нам не нужно его готовить до готовности, а слегка лишь подрумянить, добавляем лук и копченое мясо. Засыпаем лук, копченое мясо, перемешиваем все. Теперь нашинкуем 800 граммов капусты. 150 граммов чернослива я разрезаю приблизительно пополам или на 4 части, в зависимости от его размера. Если мелкий, то пополам, крупнее на 3 или 4 части. Возвращаемся к мясу. Вот что у нас здесь получается. Пахнет невероятно вкусно. Сейчас отправляю сюда 1 столовую ложку томатной пасты и чернослив, который мы мелко нарезали. Перемешаем это все. Закладываем сюда капусту и тоже все перемешиваем. Прошло буквально 5 минут, капуста немного осела, она еще уменьшится в объеме при дальнейшем тушении. И теперь мы закладываем сюда квашеную капусту, не маринованную, а именно квашеную. 500 граммов и тоже перемешиваем. Добавляем сюда 1 лавровый листик, также черный перец по вкусу. Пока я не солю, но уже я чувствую, что это будет просто божественно вкусно. И теперь последний ингредиент это вино. Можно взять сухое или полусухое вино. У меня здесь полусухое, 200 граммов. Заливаю. Можно, конечно же, заменить его на обычную воду или на бульон, но с вином вкус будет более богатым. Так, все это дело хорошо утрамбуем, накроем крышкой, уменьшим огонь и будем подмить 1 час. И когда вы открываете крышку, он просто невероятно пахнет. Вкусно очень. Теперь обязательно нужно добавить сахар, потому что у нас была квашеная капуста, она кислая, вино, оно тоже кислое и томатная паста. И теперь нам нужно это все уравновесить сахаром. На свой вкус я добавляю 2 чайные ложки без горки сахара. Но вы, конечно же, добавляйте на свой вкус. Также вы можете сейчас уже посолить. Я солить не буду, потому что у меня оказалась довольно соленая грудинка. И также соленая квашеная капуста. Если у вас квашеная капуста очень кислая, то ее лучше предварительно промыть, перед тем, как закладывать в блюдо. Если вы видите, что у вас жидкость очень сильно выкипает, то можно добавить немного водички. И за этот час я перемешиваю приблизительно 3 раза. Теперь я снова накрою крышкой и буду еще томить приблизительно полчаса. Вообще считается, чем больше бигас томится, тем он вкуснее и более яркий и насыщенный по вкусу. Готовый бигас подаем на большом блюде. Это очень вкусное блюдо. Обязательно положите сюда что-то копченое и чернослив. Чернослива можно даже больше, граммов 200. Он дает здесь свой такой привкус неповторимый. Вы это почувствуете, как только откроете сковородку. Вот оно. Настоящее, сытное, зимнее блюдо. Берем немного капусты. Хлебчик обязательно обмакиваем в подливку. И это все пробуем. Это бомбически вкусно. Намного круче, чем тушеная капуста с мясом. Это просто новый уровень. Обязательно попробуйте. Нереальное вкуснятина. Идеальное сочетание всех ингредиентов. Копчености вместе с черносливом, квашеной капустой, свежей капустой. Все это создает такой невероятный вкус. Обязательно попробуйте. Я же с вами прощаюсь. Всем пока. До новых вкусных рецептов. Субтитры сделал DimaTorzok